Надо мазать, а он спит. Хе-хе-хе. Кабаська. Хе-хе. не хочет просыпаться. Ну, ладно, поспи, потом я тебя помажу, проснёшься. Боролась-боролась с Кобой, намазала его мазью, а он побежал и всё облизывает. Ужас какой-то. Что-то не хотят у меня вот эти цветочки желтеют. Эти тоже, не знаю, примутся, не примутся. Время четырёх час утра. Не сплю нифига. А чего не сплю? Кашель. Кашель напал. Вот. А то ничего, а то прям... В общем, вот такие вот дела. Доброе утро, мои дорогие! Такое, скажем, прохладненькое утро. Солнышко за облаком. Ну, ничего. Птички кричат, поют. Нарциссов сколько распустилось. Ветер такой холодный. А тут тюльпанчики жёлтенькие распускаются. А это пион вылез. Не, холодно, раздетый. Побежала я домой. Уснула я в шестом часу. А сейчас восемь часов. Так что не особо я поспала. Чё такое кашляла всю ночь? Даже так немножко испугалась, честно говоря. Прилетела горлица. Сейчас читала комментарии. Ну, вот начитаешься и насмеёшься. Господи. Ой. Пишет Марина. А Черноморск разве не под Одессой? Так хочется сказать, милая, где же вы были шесть лет? Господи, везде всё лезет то, что не надо. Всё это надо выдирать. Валентина мне написала, как хорошо, что вы не смотрите телевизор. Валюш, я уже много лет его не смотрю. А сейчас вот в Мурманске была, когда у Иринки она просыпается и сразу включает телевизор. И вот эта чушь, а просыпается она в пять утра. И вот эти вот новости, повторяющиеся одно за другим. Это просто меня в депрессию вводит. А депрессия это такое состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты её не отводил, ей там всё равно не нравится. так что нет, телевизор я не смотрю давно уже. Травища какая выросла. Вот за что я люблю интернет. Я там смотрю то, что мне хочется, а не то, что мне навязывают. сливы заросли. Всё это надо выковыривать. Да, что-то сегодня не тепло. Так, включила подогрев полов у меня дома. Сейчас придумается. У меня там в том Валинкином доме сгорел водонагреватель. Так что моюсь не каждый день. Тельпанчики. Да, надо менять водонагреватель, но сейчас пока не до этого. Мелисса лезет уже вовсю вместе с одуванчиками. Да, кактусы, конечно, ужасно выглядят после зимы. Ничего, встанут. Они меня каждую весну так пугают. Вот такие лежащие, страшные. Потом встают вот эти куски отваливаются. две новых кружки в коллекцию мою. Уже не знаю, куда их тут уже вон висят сколько. туда можно пристроить одну. И сюда. Так в посылках у меня еще кружки. Но когда пройдет посылки мои, не знаю. Иринка их так и не отправила. Там почту то закрывают, то открывают. вроде теперь как второго числа должны открыть. Ну это Санкт-Петербург. А вот эта кружка это было столетие Мурманску в шестнадцатом году. Вот такая кружка у меня теперь есть. У нас в Мурманском то есть две кружки уже. Ну будет третья. вот куртки в которых я пусть редко, но выхожу в город и обувь у меня в нежилой комнате сначала на улице висят, потом вот в нежилой комнате на всякий случай. Вот и маски, которые у меня есть, они у меня болтаются на улице на веревке. Я думаю, что если вот их три дня повисят, то уж никакого нет. Хотела ветки попилить, включаю, не работает. Думала, лобзик все. А это нет, это в очередной раз удлинители летят, как не знаю что. Ну ладно, значит, придется пока ветки отложить. Потому что все удлинители у меня предели. За что не сунешься все чего-нибудь? Или сломалось, или перегорело, или все надо просить кого-то. все-таки в квартире проще. А тут то одно, то другое. И все это так непросто для меня уже в моем возрасте. Это я к тому, что без мужика жить в доме это просто самоубийство. Кстати, там Володя очень переживает, что такая обстановка. Он хотел приехать уже в начале апреля, а теперь непонятно что и непонятно когда это все закончится. А сейчас бы он мне очень пригодился. Прошлялся опять всю ночь. Явился. скажи, говори-говори, а я буду спать. Ой, куба-то куба. Ну, ладно, я пошла мыться. Да и другие дела ждут. Да, кстати, отвечаю тем, кто меня спрашивали про моих мужиков, которые у меня жили, пока меня не было. Так вот, один, у которого семья и дети, он уволился, уехал домой. А второй, ну, он молодой, ну, как молодой, да, тоже под 40 лет. Но у него нет семьи, он остался работать тут и еще поживет. Говорит, я не тороплюсь никуда, мне все равно где. вот. Вчера я ему предложила вечером, говорю, давай поменяемся, я как-то не могу в Алинкином доме, мне очень грустно. Меня тянет в свой дом, а он говорит, да давайте, мне там больше нравится. Ну, в Алинкином доме по метражу побольше, чем моя комнатуха-то. вот. Я говорю, а как же там водонагреватель сгорел, пока я не могу его поменять. Нет, у меня денег лишних, да и в такой обстановке не до водонагревателя. А он говорит, так я все равно моюсь на работе. Ну, вот. Но это мне опять надо перетаскивать все свое барахло. Ну, посмотрю сейчас, может быть. переберусь. Потому что все-таки свой дом я делала под себя, Алинка делала под себя. И мне там как-то комфортнее, что ли. Вот такие вот дела. А ему-то сейчас пока у них работу закрыли, так он по шабашкам мотается. Люди же делают все равно ремонт и строятся. Пусть работает. Но я его снабдила масками. Правда, не знаю, одевает ли он их на работе. Он смеется, он говорит, я на свежем воздухе работаю. В общем, вот так вот. Каждый вечер жду красивого заката. А получается так... Фу, пыльща! А получается, что оно почему-то начинает закрываться облаками к вечеру. Ну, вот сейчас посмотрим, что будет. Ну, вот видите, и так каждый вечер. А так хочется красивого заката. сейчас посмотрела у Марины видео, как эти перепелки выросли. Господи, прошло-то всего ничего. Неделя прям... Прям как маленькие курочки стали. В Москве я смотрю холодно. Везде холодно как-то. день заканчивается. Берегите себя. Не болейте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, и пока-пока, мои дорогие. до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч. Продолжение следует...